Ну, Маша, давай вместе, мы снимем. Мария Черкова завоевала главный приз конкурса в номинации «Живопись». Семь лет назад она пошла учиться на дизайнера и с этого момента стала рисовать. Работа выполнена в классической технике маслом на холсте. Из фотографии моей старшей сестры. Она ездила на Утриш. Она на фоне водопада, вот, Утришкова. Поэтому тут и элементы Утриша, и черепаха, все в одном. В каждом рисунке черепаха. Всего на конкурс прислали более сотни картин. Очень трудно было отбирать, потому что все работы с душой, все работы индивидуальные, самостоятельные, детские, интересные. Есть еще там черепахи, средиземноморский южный вид. Очень мало их осталось, вымирание им грозит. Они милые создания и живут на свете много лет. С самого начала мироздания пережили на земле так много бед. Пятиклассница Ирина из Новороссийска. Она посвятила средиземноморской черепахе целую оду. Они милые. Даже на даче видела черепаху, и мы давали ей клубнику. В литературной номинации Ирина получила второй приз. Принять участие в конкурсе ей предложила учительница, у которой девочка проучилась 4 года. Мне очень понравилось вот это отношение, которое руководители этого конкурса нам показали. Очень информационное было сообщение. Потом всех детей отметили. Все дети были очень счастливы, потому что каждый был на сцене, каждый получил приз, и каждого работу показали. Показали на большом экране. Для ребенка это очень важно, что его заметили, что он увидел, как другие дети работают. И было очень много разных жанров. Вот я даже как учитель что-то для себя взяла, и какие-то наметки на будущее у меня есть. Главная задача была привлечь внимание жителей, а по сути соседей черепахи Никольского к редкому виду рассказать о необходимости его охраны. В заповеднике рассчитывают на принцип, распространенный в живой природе. Одна ветка дает несколько побегов. Также один участник расскажет друзьям, а те, в свою очередь, передадут историю дальше. Субтитры создавал DimaTorzok